Здравствуйте! В этом году, впервые, пожалуй, за много десятилетий, 9 мая, День Победы, не будет в нашей стране отмечаться достаточно широко, массово. Причину мы все с вами, увы, знаем. Вообще, в этом году с реализацией каких бы то ни было планов довольно печально у многих людей. В частности, например, многие кинопроекты, кинопремьеры либо вообще отменяются, либо переносятся на более поздний срок. Сегодня мы беседуем с человеком, который а. снимает кино, настоящее большое кино, и б. снимает кино про героев Великой Отечественной войны. Позвольте представить, режиссер, сценарист, продюсер, актер, просто замечательный человек Андрей Шальопа. На прямой с нами связи по скайпу из Санкт-Петербурга. Андрей, здравствуйте! Да, здравствуйте! Андрей Шальопа. Родился и живет в Санкт-Петербурге, хотя предпочитает говорить, что он из Ленинграда. Сценарист, работал над целым рядом российских телесериалов и кинофильмов. В 2009 году написал сценарий фильма «28 панфиловцев». Перед этим долго изучал документы и решил, подвиг солдат не миф, он реально был. Увы, проект тогда не нашел поддержки государства, и Шальопа объявил сбор народных средств. Реакция была небывалой. Со всего мира на проект собрали более 35 миллионов рублей. Тогда к проекту подключились и правительства России, и Казахстана. По итогу, в 2016 года 28 панфиловцев посмотрел каждый четвертый житель России. А сам фильм, согласно соцопросу в ЦИОМ, россияне признали лучшим фильмом года. В 2019 году Андрей Шальопа и его соавтор Ким Дружинин приступили к работе над новым фильмом о герое Великой Отечественной, пилоте-истребителе Лидии Литвяк. Андрей, ну вот что лично вы чувствуете по поводу того, что в этом году впервые, наверное, 9 мая не будут отмечать вот так широко, как мы все привыкли? Массово. Я думаю, что, во-первых, 9 мая, те люди, которые отмечают 9 мая, те, для кого праздником этот день является, они без сомнений, конечно, 9 мая отметят. И, может быть, даже отчасти он для них будет какой-то особенный, именно потому, что у нас нет возможности быть там большими скоплениями куда-то на празднике. В этот раз это будет более семейный праздник. И мне кажется, в этом есть преимущество. То есть мне представляется, что для людей, для большинства людей, 9 мая в этом году как был неизменным праздником, как был значимым днем, так и остается. А отсутствие больших мероприятий каких-то, в общем, хуже его не сделают ни для кого. Если не секрет, то как вы отметите? Я в кругу семьи, со своей семьей. И, скорее всего, что, поскольку я сейчас больше времени провожу в деревне, то, скорее всего, ко мне придут мои друзья, которые живут там рядом со мной. И мы все вместе сядем и отметим. Ваш новый проект – фильм «Литвяк». Ваш с вашим постоянным соавтором Кимом Дружининым. Вот кратко, как сейчас дела на проекте? Как может пандемия эта страшная, кризис повлияли, не повлияли на процесс? Что сейчас происходит у вас на съемочной площадке? В досъемочной площадке дело пока не дошло. Мы находимся в подготовке. Но, на удивление, пока что пандемия и все эти обстоятельства на нас пока никак не повлияли. Мы работаем, потому что подготовка не требует большого скопления людей. Цеха, в общем, работают по отдельности друг от друга. И у всех есть много задач. И, в общем, все хорошо. То есть, пока что мы находимся ровно в том графике, на который мы рассчитывали. Так что, слава богу, на нас обстоятельства пока никак не повлияли. Мы работаем, и все хорошо. Лидия Литвяк. Если 28 панфиловцев про них знали все, то героиня нового фильма известна, я подозреваю, немногим. Почему выбрали именно ее историю? Чем она так уникальна? Почему? Да, действительно, имя Лидии Литвяк гораздо меньшее количество людей знает. Ну, без сомнения. Ну, потому что 28 панфиловцев – это все-таки такая сверхрезонансная легенда Великой Отечественной войны. Таких легенд, на самом деле, очень немного. Я говорил как-то в каком-то, то ли в интервью, то ли, я не помню, мы с кем-то общались, я рассуждал о том, что из истории потихонечку вымывают подробности, но какие-то вещи очень-очень значимые в культуре национальной остаются навсегда. И потом там с прошествием поколений остаются только какие-то там совсем-совсем значимые события. И с ними уже ничего не случается. Они так уже и остаются в истории. Там как там бой Челубе и Пересвета, скажем. Вот он как был, так и останется, уже никуда не денется. Но вот панфиловцы – одна из таких легенд. А Лидии Литвяк совсем нет. И поэтому ее очень плохо они знают. Но дело в том, что это герои, национальные герои, выдающиеся. И вообще, если брать список фамилий величайших героев войны, она там как раз окажется в первой десятке, а может быть даже и пятерке, потому что это женщина, летчик-истребитель. Летчиков истребителей вообще было очень мало. Были там единицы женщин. А это не просто летчик-истребитель, а выдающийся. То есть женщина, которая сбила больше всех самолетов противника из всех женщин, когда-либо воевавших на истребителях. И поэтому, конечно, имя очень значимое. Кроме того, это была юная, красивая девушка. И это добавляет к ее, как бы такой человек еще легче превращается в легенду. В общем, волей-неволей. Она была легендой еще при жизни, когда она еще воевала. Они писали газеты, журналы. И она, имя ее было, так сказать, этими легендами как-то там овеяно. И, кроме всего прочего, ее короткая биография военная. Она очень эффектна в принципе. То есть это удивительная такая история. И к тому же к ней добавляется еще, если говорить о кино и о драматургии, такая вещь. Она познакомилась с Алексеем Соломатином, героем Советского Союза, тоже летчиком-истребителем, который тоже был такой же юный парень, как и она, ему тоже был 21 год, но он уже был герой настоящий. И он, ну в смысле, что он уже, у него уже был ас к тому моменту. И у них возникла любовь, которая едва-едва успела превратиться в... Они иногда в некоторых источниках говорят, что они были муж и женам. На самом деле они, скорее всего, мужем и женой стать не успели официально. И таким образом это все настолько пронзительно и настолько как-то, мне кажется, что, в общем, когда я узнал о Лидии Литвяк и прочитал первичные какие-то материалы, которые изначально были в доступе, то сразу было желание... Неужели нет такого фильма? А если нет, то как здорово было бы его увидеть. И я подумал о том, что, в общем, здорово было бы такую историю сделать. Потом мы с Кимом на эту тему поговорили. Я рассказал ему. Ему тоже эта идея очень понравилась. И мы думали, что мы возьмемся за этот материал. Ну и, в общем, короче говоря, если коротко, это время пришло. Мы за него взялись. Ваш предыдущий фильм с Кимом Дружининым «28 панфиловцев» стал лидером буквально до сих пор, насколько я понимаю, непревзойденным в скорости и количестве сбора народных денег. Да, за первые сутки миллион рублей. Я прав? Да, так и было. А вот на Литвяк как откликается народ на сбор средств теперь? Откликается, безусловно, но изменилось очень многое. И обстоятельства изменились немножко. И по-другому немножечко мы этот сбор организуем. Но в целом, конечно, не так, как на панфиловцах. Но по какой причине, я не могу сказать. Но, во-первых, это все-таки была такая первая волна. Во-вторых, конечно, резонансность истории «28 панфиловцев» несравнима пока что еще с резонансностью истории Лидии Литвяк. И вообще со значимостью этой легенды. Поэтому, наверное, это с этим связано. Но, тем не менее, сбор идет, и люди жертвуют деньги. Каждый месяц появляются новые донаторы, то есть люди, которые хотят нас поддержать. Их число растет. И я думаю, что мы можем... Есть все основания считать, что мы соберем похожую сумму, а может быть даже удастся собрать и больше. — Хотя бы какие-то планы сделаете? Когда, как вы считаете, можно будет приступить уже к полноценным съемкам? Потому что я уже видел дату 2021 год, дата премьеры. Где-то в интернете это уже бродит. — Нет. В 2021 году мы выйдем вряд ли. Это вряд ли произойдет. Потому что задача... Дело в том, что в фильме события происходят в течение двух сезонов. То есть у нас есть зимняя натура и летняя натура. Таким образом, в летнюю натуру в этом году мы, конечно, попасть не успеем, потому что у нас очень большая подготовка, и мы работаем медленнее, чем хотелось бы из-за дефицита финансового. Поэтому, скорее всего, что выйдем мы все-таки на съемки изначально на зимнюю натуру, затем павильоны и прочее-прочее. То есть, скорее всего, что мы именно производство закончим в 2021 году и выйдем на постпродакшн. И я думаю, что если все сложится хорошо, то велика вероятность, что фильм будет готов в 2021 году. Но в прокат выйдет вряд ли. Мы, я думаю, не успеем. Скорее всего, что это будет 2022 год. На 28 панфиловцах вы из-за множества ограничений, и потому что задача стояла нетривиальная, нужно было показать настоящие немецкие танки, как их до вас, наверное, в нашем кино точно не показывали, и вы использовали новые технологии, на тот момент вообще революционные, не только для российского, но вообще для мирового кино. А вот здесь, учитывая, что тут в нескольких измерениях приходится действовать, а не просто на ровной поверхности, какие-то новые технологии вы уже используете. Вообще, вот что мы здесь увидим принципиально нового по сравнению с другими фильмами про военных летчиков? Да, совершенно верно. То есть вообще хочу сказать, что любое большое кино – это всегда ресерч, это всегда исследование, поиск технологий, любое, потому что время идет, меняются возможности, и появляются какие-то способы снять что-то, что раньше было не снять. Давно появилась компьютерная графика уже, и, в принципе, всегда можно вместо съемок заменить все компьютерной графикой. Но, во-первых, это неинтересно, а во-вторых, это, вообще говоря, всегда заметно. Даже самая лучшая графика, если она не интегрирована как бы внутрь кадра, а если все заменено графикой, то это заметно. Вот, и поэтому, вообще говоря, большое кино, мировое, голливудское кино, или там большое, серьезное, азиатское, или европейское кино, на самом деле все стараются использовать графику как инструмент, а не заменять ею там что-то. И поэтому все ищут технологии. Мы точно так же ищем технологии. У нас задачи, действительно, которые до сих пор, но и мы себе не ставили, и я не знаю. Ну, в кино их ставили, конечно, ставили. Но это было, допустим, 10-15, иногда 20 лет назад, и как-то решали их. Ну, и, конечно, мы ищем такие возможности сейчас всю дорогу. То есть мы ведем такую постоянную разработку технологий. Это точно совершенно, что-то будет новое, безусловно. А что касается визуального ряда, что такое увидят зрители, чего не увидят другие, да, я думаю, это произойдет. Зритель увидит что-то такое, чего не видели другие, по той простой причине, что, снимая это кино, мы опираемся на фильмы о военных, ну, там, допустим, о воздушных боях. То есть есть набор фильмов о военных летчиках, в которых показаны воздушные бои, и нам, по большей части, не нравится то, как это показано. Потому что в большинстве случаев воздушные бои – это такие очень красивые заплаты, которые вставляются вот здесь вот по сценарию бой, вот его снимают, и это набор красивых очень кадров, в которых, по большому счету, ничего не пытаются рассказать, кроме того, что вот герои сражаются. Или там сражаются, кого-то сбивают, ну, то есть какие-то совсем простые вещи. У нас задача другая. У нас задача эти воздушные бои показать с разных точек зрения, что в каких-то случаях мы хотим рассказать о том, как этот бой видит летчик. В каких-то случаях мы хотим показать, как это выглядит, допустим, с земли, с одноземных войск. К примеру, сейчас говорю. В каких-то случаях… Короче, воздушные бои в нашем фильме – это не просто красивые заплаты, а это истории, это часть общей истории. Часть общей истории, в которых мы хотим что-то рассказать. И выбирая способ, как это рассказать, мы, в общем, не находим референсов прямых. Мы придумываем то, как мы хотим это сделать, как бы мы хотели это увидеть. Как нам не хватает. Придумываем то, чего нам не хватает в другом кино. И так оно и будет. То есть этого результата мы будем добиваться. И поскольку я думаю, что для нас, для создателей фильма, мы делаем кино, которое сами очень хотим посмотреть, для нас там, безусловно, будет много нового. Поэтому неудивительно, я думаю, что естественным образом много нового там окажется и для зрителя. Я вот обратил внимание. 28 панфиловцев – это коллективный такой герой. Многие ставили упрек, что у вас там героя нет, но был ответ, что коллективный герой. Здесь Лидия Литвяк тоже. Красивая героиня. Есть мнение, что в современном российском, а возможно, не только в российском кино, героев, именно людей, которым хочется подражать, не просто сопереживать, а именно подражать, очень мало. Вы с этим согласны или нет? Если согласны, то почему такой акцент именно на героизм решили сделать? Это что? Такая отсылка к советским традициям, советского кино? Это сознательный подход? Ну, это… Мы делаем то, что мы делаем, мы думаем, что мы делаем это сознательно, поэтому это без сомнения, наверное, сознательный подход. Что касается отсутствия героев в современном нашем кино, кино снимают довольно много, я не могу сказать, что я всё кино смотрю, которое выходит. Возможно, нет, снимается героика, конечно, снимается, но, безусловно, культура сама поменялась за последние три поколения, условно говоря. Вот. И, наверное, да, кино, которое я хотел бы видеть, то есть вот «Панфиловцы» это типичный пример такой, у нас была потребность, у меня была потребность, я хотел увидеть такое кино, именно сделанное таким образом, эту историю рассказанную таким образом. И если бы её рассказывал бы не я, какой-нибудь другой режиссёр, сценарист, она была бы рассказывала… На самом деле есть даже, есть даже, кто-то снял какой-то сериал, одновременно, например, с нами он там как-то прошёл, четырёхсерийный, по-моему, который рассказывал ровно о том же самом, это совершенно, ну, совершенно о другом. Поэтому мы, я хочу делать кино, которое… Просто я сам очень люблю кино, и очень люблю хорошее кино, и есть то, чего мне не хватает. То есть, есть фильмы, которые я бы хотел бы посмотреть, но их нет. И поэтому я инициирую их как бы создание. Вот, в общем. Так что, конечно, это в огромной степени моя личная потребность в том, чтобы снимать кино о героях. Вопрос, быть может, наивный, но, тем не менее, в «28 панфиловцах» многих удивляло, насколько внимание большое к деталям. Например, взрыв, и боец прикрывает дуло рукой. Вот даже по тизеру «Литвяк» видно, что вы любуетесь механикой, деталями и так далее, и так далее. Скажите, вот в вашем случае внимание к деталям настолько пристальное, оно зачем? Ради того, чтобы просто показать, как это вот было на самом деле, на уровне материальном, либо это и какую-то должно идеологическую, так сказать, роль выполнять. Я понял. Дело в том, что внимание к деталям связано вот с чем. Дело в том, что, по большому счету, мы ничего не можем показать по-настоящему правдивого, кроме деталей. Потому что все остальное мы выдумываем из головы. То есть, понимаете, герои мы совершенно уже не помним и не знаем, и они бесконечно далеко от нас, эти люди. Мы можем только предполагать, что они говорили, что они думали и что они там чувствовали уж подавно. И очень затруднительно, рассказывая историю из нашего 21 века, рассказывая историю об этих людях, поставить себя на их место. Очень затруднительно. Я, как сценарист, когда я работал над сценарием, я, конечно, пытался настолько, насколько мог себе это вообразить. Но это ограничено рамками моего воображения и довольно скудного, на самом деле, в любом случае. То есть, все равно, мне тоже мешает очень многое. А детали – это как раз то, в чем можно быть правдивым. И мне кажется, что если ты снимаешь историческое кино, если ты пытаешься сам окунуться, то есть для нас, на самом деле, для самих это очень важно. Чем точны, более мы точны, вообще точность в деталях требует от нас погружения. И чем больше мы погружаемся в это, тем легче нам, тем ближе мы к тому, чтобы что-то почувствовать. Вот, собственно. И ровно так же, я рассуждаю, наверное, чувствует и зритель. Именно поэтому мы стараемся быть точными. И кроме того, есть зрители, которые, знаете, просто некоторые вещи в кино иногда, они удивительным образом располагают к себе. То есть, какие-то детали, когда ты видишь, что режиссер или команда, или людей, которые создавали кино, подумали о каких-то вещах, казалось бы, незначимых, но они их как бы вот создали по-настоящему, это очень располагает. Это как бы доверие вызывает очень большое. И на самом деле наш подход, и то, что мы об этом рассказываем, мы таким образом взываем, в общем, к доверию зрителей. В общем, вот в этом причина. Андрей, ну, кино мало снять, его нужно выпустить в прокат. Просто для того, оно и делается. Вот, учитывая нынешнюю ситуацию, с прокатом, я так понимаю, все непросто. В принципе, в киноиндустрии все непросто. вот ваше соображение по поводу того, как индустрия будет и когда будет выбираться из той ситуации, в какую она сейчас попала? Я так скажу, что сама по себе киноиндустрия, мне трудно предполагать, я не могу предвидеть будущее, но умозрительно рассуждая, я думаю, что... Дело в том, что потребность в кино, в фильмах, она не изменится, а может быть, даже возрастет. Это значит, что кино нужно будет снимать. Это значит, что производители кино, в общем-то, никуда не денутся и с ними как раз... Им-то как раз в наименьшей степени что-то угрожает, потому что как раз контент-то как раз необходим, как никогда. А вот что будет с прокатной индустрией, это большой вопрос. И я... Ответа нет. Понятно, что, скорее всего, все-таки... Во всяком случае, есть все предпосылки к тому, чтобы именно способ дистрибьюции фильма изменился. Возможно, что прокат будет, допустим, в меньшей степени... То есть, возможно, что кинопроизводители будут в меньшей степени зависеть от проката. Они в большей степени идут в онлайн, допустим. Но опять же, это все фантазии мои. Я не знаю, как сложатся обстоятельства. Но сейчас, да, в любом случае, то, что сейчас происходит, дает, по крайней мере, повод рассуждать в этом направлении. Но в любом случае, нас ждут преимущества. В любом случае. Мы окажемся в... Если онлайн вырастет, если онлайн кинотеатры вырастут, и суммы лицензии на покупку контента вырастут в разы, возможно, это сделает производителей более независимыми, и они гораздо будут... Кино будет более, может быть, легче снимать, легче найти финансирование. Как-то так. Андрей, спасибо большое. Ждем новостей со съемочной площадки. Желаю вам удачи. Спасибо, что нашли время. Нет проблем. До свидания. А мы беседовали с режиссером, актером, сценаристом, продюсером Андреем Шальопой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова